У Америки 19 триллионов долгов. 19 триллионов. Может уже и больше. Она банкрот. В принципе, страна принадлежит банку. Она принадлежит банку. ФРС принадлежит. Да, Россия тоже бедная. Но Путин богат. Люди говорят, я, конечно, сама не знаю, так ли это. Люди говорят, у Путина 40 миллиардов. Ладно, 40 миллиардов. Пусть коррумпированный. Но вот что хуже, коррумпированный президент или когда страна принадлежит банку. Вот так, да? Сейчас в Германии все время говорят, Путин плохой, Путин злой. Все СМИ говорят, Путин, Путин. А ягнята за ним бегут и повторяют, Путин злой, Путин злой. Много грязи против Путина. Но ты мой немецкий друг. Смотри, сегодня Ольга тебе покажет другую сторону медали. Все знают, в Венах Америки течет нефть вместо крови. Нефть сделала США в двух мировых войнах мировой державой. Они поставляли нефть даже Гитлеру. С заднего двора поставляли нефть Гитлеру до 45-го года. Потом перестали поставлять и война закончилась. Потом они заплатили 2,3 триллиона долларов за войну в Ираке. Многие из нас даже не знают, где Ирак вообще находится. Но сегодня у Ольги ты можешь наконец-то это узнать. Вот тут он. 2,3 триллиона за войну в Ираке. И почему? Потому что в Ираке 30% мировых запасов нефти. Так много они заплатили. Но за такие деньги они могли бы ее и купить. Без войны и без погибших. Сейчас ты смотришь на меня и в твоих больших голубых глазах стоит вопрос. Без войны и погибших? Но если американец уже в Ираке, а вот сейчас начнется геостратегия. Сейчас же у них там фрекинг. Они сами у себя фрекинг. Но тогда еще этого не было. Они тогда еще не фрекили сами у себя. Идем дальше. Если он уже в Ираке, сейчас пойдет геостратегия. Если он уже в Ираке, почему же не дестабилизировать Сирию? Покупаем борцов за свободу, Аль-Каида, ИГИЛ. Неважно. Главное, воюют. Не веришь? Ольга знает. Они там топтались, как слон в посудной лавке. А сейчас удивляются, что все разрушено. Абу-Бакра Аль-Багдади. Знаешь его? Это шеф ИГИЛ. Знаешь, кто это? Это что-то вроде Бен-Ладен 2.0. Бен-Ладен стал старым, они его утопили в море, в лицо стрельнули и все. Просто он перестал быть достаточно опасным. Сейчас Абу-Бакра Аль-Багдади. Бен-Ладен 2.0. Это, можно сказать, такое пугало, созданное ЦРУ. Деньгами и оружием ЦРУ и солнечными очками Рэмбо. Бен-Ладен, Талибан. Раньше все это были хорошие друзья США. Ну да, посмотри Рэмбо 3. Фильм. Там увидишь. Сильвестр Сталлоне воюет вместе с Талибами. Хорошие друзья. Но если США друг больше не нужен, то он становится врагом. А потом все, труп. Ты лучше не дружи с США. Ну да, кто их хорошо знает, может смеяться. А кто еще не знает, тому еще рано. Ну а если в твоих замечательных голубых глазах появляется вопрос, есть ли нефть у Сирии? Нет. Ее нет. Но посмотри на геостратегическое положение Сирии. На востоке Ирак, а на западе у нее порт в Средиземном море. Мы предполагаем, у американцев уже давно есть план протянуть трубу из Ирака через Сирию к Средиземному морю. И какая же причина? Только так им не нужно больше охранять корабли с Персидского залива и Арабского моря. И у них освободятся военные ресурсы. А мы, русские, потеряем нашу военную базу в Средиземном море. Это геостратегия, дружок. На здоровье. Да. Да я знаю, что тебя не интересует геостратегия. Тебя же больше интересует футбол. Это у Ольги тоже есть. Смотри, у меня два футбольных мяча. Один Аугсбург, другой Ливерпуль. Это просто шутка. Просто глупая шутка. Чтобы настроение у тебя не падало. Давай заканчивай с геостратегией. Итак, они получают доступ к этой равнине. Это замечательная и плодородная ливийская равнина. Ее контролирует Хизбола. И на этой равнине в Ливане там выращивают красного ливанца. А красный ливанец на мировом рынке конкурирует с кем? С черным афганцем. Теперь угадай, откуда черный афганец. А. Аугсбург. Б. Ахан. С. Афганистан. Кто угадал, получит бутылку водки. А Казахстан является самым крупным производителем в мире опиума и марихуаны. И переход к следующему нефтяному месторождению – Казахстану. Ра-ра! Калинка, 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 калла. Салумагра, малинка, малинка, малла. Хэй! Это геостратегия, мой дружок. Если ты разбираешься в геостратегии, то ты разбираешься и в политике. Будешь всегда знать, почему, откуда и куда. Но если ты будешь читать книжку «Женщина с сердцем», то ты останешься бабой без мозгов. Знаешь ли, мой дружок, политика... Политика – это как матрешка. Знаешь эти деревянные куклы? Знаешь такие? Маленькие куклы в больших куклах. Это политическая система. Не нужно смотреть на маленькую куклу Меркель. Это просто мамуля для толстых пацанов из ХДС. Нет, тебе нужно знать больших кукол, которые планируют. Да нет, не он. Нет. Нет. Это Збигнев-Бжезинский. Збигнев-Бжезинский. Нет, это не русский. Это американец. Бывший поляк. Он ненавидит русских. Тяжелое детство, наверное. Железная кровать. Кто его знает? Збигнев-Бжезинский. Сейчас объясню. Он написал много лет назад книгу. Называлась «Шахматная доска». Сейчас называется «Единственная настоящая великая держава». Теперь можешь трех раз угадать, кто это. Он написал, но никто не читал. Но там написан главный план по завоеванию мира. Как это сделать? Шаг за шагом. Но никто, к сожалению, не прочел. Потому что сейчас, если посмотреть, то «Наш мир» — это та книга. Но этот Збигнев-Бжезинский, он профессор экономики, большой геостротек. И главный советник уже четырех президентов США. Знаешь, он еще в университете преподавал, где они вырастили Обаму. И этот главный геостротек, старый мужик, кстати, но очень умный и немного злой. Он главный стратег в Белом доме. Думает и планирует для президента. Президент — это кукла с Нобелевской премией. Президент — это пупа с Нобелевской премией. Да. Знаешь, весь мир думал, что с этим «Yes, we can» мир станет лучше. Не будет. Еще больше вонь, чем до этого. «Yes, we can» — это только ответ на действия Америки. Может ли АНБ прослушивать людей? «Yes, we can» — может ли Америка убивать людей? «Yes, we can» — может ли Америка убивать людей? Америка оставить Гуантанамо? «Yes, we can» — может ли Америка по всему миру разжигать конфликты без того, что это кто-то заметит? «Да, она может» — может ли Америка насмехаться над всем миром, а Европу как медведя за кольцо водить по манежу? «Yes, we can» — сумасшествие становится незаметным, когда оно становится достаточно большим. «Карлинка» — это слишком весело. «Если тебе грустно, то не нужно петь веселую песню. Если тебе грустно, то нужно петь очень грустную песню, и тогда снова станет весело». «Знаешь самую грустную русскую песню?» «Это очи черные. Если знаешь, то можешь, как казачий хор, подпевать». «Амицумен...» «Очи джорния, очи здрастня, очи згучава и прекрасня, как любовну я вас, как боюсь я вас, с нациобил вас и добрый час». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Как мечи по пивным бутылкам Только лишь ради денег Я этого больше не хочу Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Не забывайте подписаться на группы «Голоса Германии» в «Контакте», в «Одноклассниках», в «Твиттере» и в «Фейсбуке», где мы публикуем также и дополнительную информацию о происходящем в Германии. Все ссылки, а также на оригинал видео на немецком, как всегда, находятся в описании к видео.